Всех с приветом! Пришла пора подводить итоги конкурса гитаристов-аранжировщиков «Хочу SLG» и выяснить, кому же достанется самая нашумевшая из тихих гитар на свете и статус победителя всей этой катавасии, которой за деньги не купишь. Перед нами результат голосования в группе ВВК. Конвертируем его в баллы по курсу 10% к одному баллу. И это вот стартовая фора, которую община дала участникам. И теперь переходим к жюри. Первый член жюри у нас Корней. Давайте посмотрим на его выбор. Лучшей из десяти мне показалась работа Павла Михалёва. В ней, точнее всего, поддержана эмоциональная динамика, заложенная в тексте песни. Кроме того, гитара почти везде оставляет достаточно места прозрачному тембру вокала, не перечит его стилистике и лишь в конце чуть его заслоняет ради эмоционального пика. В заданных рамках удалось показать и виртуозное, и полистилистичное владение инструментом. Сведение звучит комфортно, баланс максимально адекватен для заданных условий. Второе место отдал бы Алексею Факееву. Здесь решения в целом сходны с работой Павла Михалёва, поскольку логичны. Но от заданной текстом динамики песне сделан шаг в большую динамичность собственной музыкальной композиции. Это слушается привлекательно и гармонично, хоть и немного заслоняет песню. Гитарная работа на высоте, сведение адекватное, комфортное. Третье место отдал бы Павлу Штукину. Несмотря на ужасное сведение электрогитар и не всегда стабильную игру, здесь удалось важное – найти эстетику, уникальную в ряду конкурсантов и при этом подчеркивающую артиста, его харизму и послание. Следующий жюрист – Егор Аверьянов. Послушаем его послание. Скажу такое вводное слово, что лично для меня понятие аранжировщик подразумевает под собой человека, который способен объективно видеть картину не через призму владения своим инструментом, а в общем. Прослушал я все работы. На самом деле очень много сильных и хороших работ, но ошибка одна и та же фактически у всех увлекается гитаризмом. Это очень слышно, очень часто идет это в ущерб самой композиции, целостности картины. Вот как раз-таки гитаристы и аранжировщики. У меня есть три фаворита – Пеннивайз, Андрей Кустарев и Митя Ерофеев. Я их расположил именно в таком порядке для себя. Как раз единственный человек, который, мне кажется, может чуть поменьше владеет самим инструментом, но понимает именно картину. Вот Пеннивайз – очень целостная картинка. Хорошо, что он не ударялся в исполнительское мастерство, а поставил во главу угла именно композицию. Мне там все очень понравилось. За звук не могу ничего сказать, я сам не очень разбираюсь. Ну, чисто технически, по гитаре есть неровности мелкие, но тут мы не об этом сейчас. Потом мне понравился Андрей Кустарев из всех работ. Это звучит по-взрослому, действительно по-взрослому. Хороший прям звук. Слышно, что человек владеет инструментом, очень серьезно. То есть не пытаясь там прыгнуть выше головы, а очень основательно. Но вот опять та же самая ошибка. Просто-напросто посреди песни отдельная композиция гитарная. Сольные поливы. Не очень это прикольно, мне кажется. Хотя в остальном очень круто. Очень круто. Немного не хватило именно стратегии и тактики. Наверное так. Ну, и по Мите Ерофееву тоже очень много хороших отдельных наработок. Это что-то как раз по мне среднее между Пеннивайзом и Андреем Кустаревым. Такая вот работа. То есть и звук такой довольно-таки хороший. Владение инструментом на достаточно хорошем уровне. И композиционно он довольно-таки аккуратно отнесся к материалу. Ну, скажу сразу, что задача была непростая. Вот. И поэтому ребятам респект. Они сделали максимально. Это хорошо, что есть такие перцы и есть надежды. Выбор Егора меня немного удивил, поскольку сам он пишет музыку такую, ну, достаточно витиеватую. Но это удивление приятное. Явно сказывается большой аранжировочный сессионный опыт Егора в очень разной музыке и развитость навыка, который всем нам может пригодиться. Навыка слышать музыку не своими личными ушами и какими-то гитаристскими профессиональными предубеждениями, а так, со стороны по-простому. И как мы видим, его выбор достаточно близок оказался к глазу народа. Следующий член жюри – совершенно другой космос. Василий Пешков. Давайте читать его комментарии. Андрей Кустарев для меня заметно превзошел других. Отличная музыка органично соединяется с текстом, помогает его слушать и слышать, взаимодействует с ним и трактует заложенный в него смысл. Крайне удачная гармонизация. Очень целостный художественный образ, прекрасно выстроенная драматургия, которая проводит тебя через разные эмоциональные состояния от одной кульминации к другой. При этом все профессионально, изобретательно и технично реализовано. Павел Михалев. Очень нравится, что эта версия не навязывает себя. Не рвется из штанов, чтобы произвести впечатление. Где-то чуть-чуть не хватило энергетики, например, в соло, и из этого есть небольшие провисания. В любом случае, классная и органичная работа с музыкой и текстом. Антон Григорьев. В противовес к предыдущей, для меня это скорее работа, заточенная именно под конкурс. Субъективно мне не близок такой подход, и по гамбургскому счету это, наверное, минус. Но есть какая-то честность и прямота в этом конкурсном запале. Очень яркая и крутая работа с отличными идеями, колоссальные проработки, диапазоном тембров и фишек. И она транслирует вложенную в нее творческую энергию и труд, что подкупает и затягивает. Отдельный респект за звук штекера в конце. Именно этот штрих придает недостающую нотку иронии и делает песню по-своему очень цельной и органичной. Василий еще прислал мне текстовый документ, в котором он делал свои какие-то личные заметки во время прослушивания всех десяти работ вообще. Если вам интересно, ссылка есть в описании. И следующий член жюри у нас Александр Пушной, который снял нам кино. Смотрим. Знаешь, что хочу сказать сначала в целом обо всех десятерых участниках финала? Они какие-то, ну, монстры. Если бы, конечно, меня попросил не Зелков, а кто-то другой, я бы сказал, всем пятерки отвалите. Но Саша попросил Расул Изатов. Я считаю, что этот человек занимает первое место по одной простой причине. Место в песне, где кричит, поет, простите, Зелков, про то, что пальцы бегают по грифу. Всем захотелось побегать сразу. И, в общем-то, все этим и занимались. Но как это сделал Расул, и как он перешел гениально вот в новую тональность, это просто... Бегают. Вот это соло для меня означает победа. Ай! Все. Я когда это услышал, вот этот фрагмент, я понял, что я ничего с собой не могу поделать, мне нужно его послушать еще раз. Расул Изатов для меня место номер один. Михаил Сибирцев, который, собственно, пилил рифаки. Который, ну... Ну, я бы так же сделал. Получает второе место за рифы и за то, что практически сделал Система Федаун. Рисунок страны, линия рваная, тонкая, звонкая, строка моя. Сибирца второе место. Третье место в моем рейтинге занимает Андрей Кустарев. Тот человек, который делает замечательный фэкс для гитары, на гитаре. В целом трек... На ладони рисунок страны, линия... Гармония... Тонкая, звонкая, строка моя... Такая... Очень... Внимательное отношение к деталям. Такие мелочи понаставлял везде, что прям красота. А Андрей Кустарев третье место. Да. Вот мое решение, друзья. Уж простите, если кто-то обломался. Ничего страшного в этом нет. Это всего лишь мое решение. А там наших таких членов жюри достаточно много. И всем пока-пока. Александр снял целых 15 минут своих видео впечатлений от финалистов конкурса. Я сюда вставил, конечно, минимальные фрагменты. Если хотите полностью посмотреть, то ссылка в описании. И следующий член жюри у нас Саша Зелков. И я буду жюрить совершенно по-другому. То есть, все жюри, естественно, в положении дать какую-то объективную оценку. И я в этом положении объективную оценку давать пробовал месяц. А сейчас резко и нагло переобуваюсь. И буду судить прям субъективно-пресубъективно. Все финальные работы я как аранжировщик, как устроитель этого конкурса, оцениваю очень хорошо. Ну, не хочу тратить время. Короче, очень хвалю. Многим восхищен. И многие из этих версий я бы зарелизил как свою песню, вообще не обламываясь, потому что это клево, и это нравится людям. Вопросов нет. Но если смотреть с точки зрения того, кто как бы попал в дух вообще того, как я к своим песням отношусь, то здесь все работы либо мимо, либо совсем мимо. По понятным причинам. Сейчас я их объясню. Первая причина, первая причина, это ты. Первая причина очень логичная, в ней опять же некого винить. Пою я очень так светло, такой я типа добренький, и все это на такой плоской улыбке произносится. И многими воспринимается это как веселость, мажорность и даже позитив. И возникает желание у многих делать в музыке так. И это очень мимо того, как я к своей музыке отношусь, потому что я никогда не был каким-то светленьким сонграйтером, за исключением, может, каких-то песен про любовь или про Господа. Да и те довольно мрачные зачастую. Потому что нифига, на самом деле, я не светлый. Как говорят, что блюз – это когда хорошему человеку плохо, так же мои песни – это когда светлому парню мрачно. И в этом смысле получается, что работа Андрея Кустарева, которая офигительная. Я как только услышал, я сразу понял, что, вероятно, это победитель конкурса. Она совсем мимо меня, потому что это настолько светлый, ну, допустим, куплет, гармонизация в куплете. Если бы это был конкурс гармонизации, мелодии, это была бы, возможно, моя любимая гармонизация. Очень тонко найдено обрамление мелодии, очень просто, при этом вкусно, короче, здорово. Но это настолько, получается, масляное масло для меня. То есть, моя подача и вместе с этой гармонией, и в сочетании этого со смыслом слов мне совсем не заходит. Вот такая штука. Многие работы можно таким образом охарактеризовать. Второй промах, мимо того, как я это вижу, это такая пёстрость в аранжировке, очень большое количество мизансцен, каких-то разных смен и декораций. То здесь такие звуки, здесь другие звуки, здесь одна гармонизация, здесь другая гармонизация. Это то, от чего я лично последние годы отхожу в своей музыке. Мне начал нравиться такой, как бы, минималистичный максимализм. Мне нравится взять там 5-6 звуков, может быть, даже меньше, и их особо не меняя делать драматургию создавать за счет каких-то смен вертикалей между этими звуками какой-то жизни их самих. Для меня это сложнее, и для меня это интереснее. Поэтому, например, работа Павла Михалёва, охранительная работа, но вот этот мини-мюзикл, это получается не то, как я бы сделал. Поэтому, опять же, за Павла я не голосую. И третий момент, то, что я вообще в своей музыке сторонюсь традиционных форм гитаризма, каких-то таких хороших проверенных риффовых находок, каких-то соло по пентатонике, не знаю, каких-то очень узнаваемых характерных вещей, типа как во вступлении у Антона Григорьева вот эти слайдовые. Это очень клево, я это люблю, но это то, чего я никогда в своей музыке не применяю. То есть я стараюсь стилистически находиться абы где. Не за счет того, что я намешиваю кучу стилей подряд, а за счет того, что именно в конкретный момент это не совсем понятно что. Поэтому, отчасти, мои песни многим не нравятся. Вот, опять же, я участников в этом не меню, но здесь бы все гитаристы, все сделали по-гитарному, и все это не совсем по Зилковскому. В полуфинале были несколько работ, где были такие решения, которые думают, блин, ну, я бы так не сделал, но это действительно хрен пойми чего, но мне это нравится. Но, как правило, такие вещи в финал не выходят, конечно. В общем, конкуренцию между Кустаревым и Михалевым я разрешать не буду, и, наверное, это было бы неправильно, разрешать ее с моей такой субъективной позиции, о которой я не предупреждал до конкурса. Ну, к счастью, не придется. Для меня единственная работа, которая оказалась мне близка, это Михаил Сибирцев. Во-первых, там есть вот этот вот некоторый минимализм выразительных средств, то есть несколько гитар волокут всю аранжировку от начала до конца. Драматургия есть, но она не кричит о себе, она не пестрая, она не говорит, типа, смотри, как я тут все поменял. То есть второй рифф от первого чуть-чуть отличается в мелочах, второй куплет от первого отличается тоже совсем немного, но для меня это очень важные мелочи. И в целом в его работе я чувствую в отношении вообще к музыкальной форме какую-то близкую мне типа графическую структурность мышления. Может быть, это даже недуг, но, по крайней мере, у нас с Михаилом этот недуг, видимо, немного общий, поэтому он для меня первое место, три балла отдаю ему. Что делать с другими еще тремя баллами, не совсем знаю, но я пополам их разделю между Митей Ерофеевым и Алексеем Факеевым, потому что это две работы, которые по духу, ну, где-то вот, где-то по соседству, по крайней мере, с тем, чего я бы хотел. И идем дальше. Митя Ерофеев. Вступление через чур мрачное, но сам трек звучит целостно, нет ощущения винегрета, но в целом яркости не хватает. Перед припевом теряется напряжение, хорошее владение инструментом. Алексей Факеев. Звук отличный, но стилистически немного выбивается из контекста песни. Мне очень нравятся такие идеи, но под них нужно писать другие слова и другой вокал. Аранжировка очень целостная, просто для другой песни. Второе-третье место не могу выбрать между Алексеем Факеевым и Митей Ерофеевым. Алексей не попал в настроение, но аранжировка яркая. А Митя под песню отлично подходит, но есть дисбаланс. То скучновато, то в проигрыше показывает все, чему научился за свою жизнь. Павел Михалев. Из всех эта работа мой фаворит. Целостно, все в одном ключе, аранжировка отлично поддерживает песню, делает ее лучше. Качество перегруза в конце портит впечатление, но включился, когда надо. Нужно работать над звуком, это легко исправить. Главное, что есть отличный вкус и чувство меры. Песня пролетела незаметно, возникло желание переслушать. В описании есть ссылка на комментарии Сергея Гавына ко всем вообще десяти работам. Очень там интересно. А мы имеем, вроде как, победителя Павла Михалева. И, как видно, если бы я был нормальным членом жюри, я бы, скорее всего, одному из них дал два, другому три. Или наоборот. То есть, в любом случае, у нас однозначно побеждает Павел Михалев. Мы тебя, Павел, поздравляем. Это была очень большая конкуренция. И ты смело вырвался в финал. И в финале с ощутимым отрывом побеждаешь. Ты у нас самый большой, нескучный гитарно-аранжировочный. Молодец. Поздравляю всех с окончанием этой штуки. Себя пока что не поздравляю, потому что грядут еще видео с разборами многих вещей более детальными. Потому что, я думаю, что правильно после всех выложенных сил и эмоций в этот конкурс нам всем извлечь из него как можно больше пользы. На самом деле, это очень интересный прецедент. Такое количество аранжировок на одну и ту же песню. На этом можно очень многому научиться. Чему сложнее научиться, когда ты просто смотришь на разные песни. И еще одна вещь, на которую хотел бы обратить ваше внимание на то, при том, что жюри все молодцы, и проинструктированные они мной были в одном ключе. То есть, что в приоритете, на что смотреть, на что не смотреть. При этом, насколько разные взгляды. И к этому можно отнестись так плоско. Типа, вот этот член жюри молодец, я с ним согласен, а этот какую-то фигню сказал. Но мне кажется, что так относиться, это себя обкрадывает. Интересно именно то, насколько это все сложно, насколько нереально музыку измерить линейкой, или двумя линейками, или там XYZ тоже нельзя измерить. Музыка – это огромное, многомерное какое-то пространство, время. Блин, в ней настолько много переменных, и настолько много переменных в том, как можно смотреть на результат, и в том, что вообще есть результат, а что еще только процесс. Короче, блин, это какое-то божественное чудо. Сама музыка и то, как наш мозг ее видит, то, как наша культура в этом направлении развелась. Я прямо вообще в лютом восторге. Не знаю, зачем сказал. В общем, может быть, вы тоже в лютом восторге. Увидимся в следующих видео. Ждите новостей. С вами был Александр Зелков. Пока. Умываю руки Все, что было зря Все, что было зря Пустое Опускаю руки Словно якоря Словно якоря На дно я На ладони рисунок страны И линия рваная Тонкая, звонкая Строка моя Там написаны все объятия Прощания Кулаки Что было на руку И что не с руки Дороги Дураки Поберите давно Много выхода вновь Свет есть только в одной Эти десять пальцев Снова рвутся в пляс Нервно торопясь По ритму Да, глаза боятся Руки делают Руки бегают По грифу По грифу Снова вены бегом от сердца Понеслись куда-то в кисть Взлетная полоса Вверх и ввысь Эта музыка искусала Руки мне Душу мне И часть меня Уже не здесь А где-то в ней Ощущаю руки Бесконечными Обманувшими Бессилие Поднимают руки Словно крылья Чтобы небо Чтобы небо Сделать Словно крылья Словно крылья Словно крылья Словно крылья Словно крылья Бессон Я однажды неюсь Бессон Услно крылья Словно крылья